Приветствую всех, с вами снова я, Павел Косенко. Сегодня я хочу вам рассказать про новый инструмент в OFX плагине Dehanser. Этот инструмент называется Colorhead. С английского языка это переводится как цветная голова. Вообще говоря, это реальный аналоговый инструмент, который присутствует в устройствах по печати изображений. Либо с пленки на фотобумагу, как это происходит с фотографией, либо с пленки на пленку, как это происходит в киноиндустрии. Эти процессы идентичны, поэтому с точки зрения работы Colorhead в Dehanser это не имеет принципиального значения. Однако, если вас интересуют детали, вы можете ознакомиться с ними в специальной статье, которую мы недавно опубликовали. Ссылку на статью на русском языке вы можете найти в описании к этому видео. А сейчас я вам покажу, как работает Colorhead в плагине Dehanser Pro под DaVinci Resolve. Хозяин, а может быть этот Color, а? Dehanser это инструмент для профессиональных колористов, поэтому он содержит достаточно богатое количество параметров для тонкой настройки изображения. В рамках этого видео я не буду останавливаться подробно на каждом из них, а перейду непосредственно к группе параметров Colorhead, то есть к основной теме нашего сегодняшнего видео. Итак, что же это такое? Как я уже говорил, в реальной жизни это конструктивная часть фотоувеличителя с набором цветных светофильтров. С помощью этих фильтров мы можем окрашивать свет, который поступает на фотобумагу. При этом важно понимать, что если мы увеличиваем желтую составляющую в свете, то изображение становится менее желтым, то есть более синим, потому что мы работаем в негативном процессе. Ровно и наоборот, если мы выдвигаем желтый светофильтр, то итоговый свет становится менее желтым, а значит отпечаток будет более желтым. То же самое происходит и при использовании остальных фильтров. Если мы задвигаем маджентовый фильтр, итоговый свет становится более маджентовым, а значит отпечаток будет менее маджентовым, более зеленым. В обратную сторону работает так же. Если мы уменьшаем значение маджентового фильтра, то свет становится более маджентовым. Ну и точно так же работает третий фильтр циан. Увеличивая голубую компоненту в свете, которым мы экспонируем бумагу, неизбежно отпечаток будет становиться менее голубым, то есть более красным. Уменьшая значение циан фильтра, мы делаем свет менее голубым, а соответственно отпечаток будет более голубым. В модели Dehancer используются не математические точные значения цветов Yellow, Magento и Ocean, а инструментально замеренные значения реальных светофильтров из реального фотоувеличителя. Поэтому если мы будем двигать все три ползунка одновременно, для этого у нас есть галочка Gang, то цвет все равно будет меняться. Незначительным образом, но меняется. Это связано с тем, что модель максимально приближена к реальной аналоговой и работает нелинейно, более правдоподобно, чем аналогичные инструменты в DaVinci Resolve, Photoshop или других программах. Еще одна особенность при работе с цветной головой в процессе оптической печати заключается в том, что светофильтры меняют не только окрас света, которым мы экспонируем бумагу, но и общую яркость светового потока. Когда мы задвигаем фильтры внутрь головы, свет неизбежно уменьшается, общее количество света. Если мы выдвигаем светофильтры из головы, общее количество света, которое получает бумага, увеличивается. Поэтому обычно изменение значения светофильтров сопровождается одновременной коррекцией экспозиции. В Dehancer мы предусмотрели специальный инструмент Preserve Exposure, который позволяет автоматически компенсировать изменения экспозиции. По умолчанию этот параметр у нас имеет максимальное значение 100%. Это означает то, что изменения значения светофильтров практически не влияют на общую экспозицию. Но если мы хотим менять не только цвет, но и общую плотность изображения, то мы можем выставить Preserve Exposure в значение 0, и тогда наше поведение этого инструмента Colorhead будет еще более аналоговым. То есть уменьшение значения любого фильтра меняет цвет, но и экспозицию, увеличение значения меняет также цвет экспозицию. При этом, если мы увеличиваем значение светофильтра, то есть глубже задвигаем его в цветную голову, то света становится меньше, а значит итоговый отпечаток будет светлее. Если мы выдвигаем любой фильтр из нашей головы цветной, то общее количество света становится больше, а значит отпечаток становится автоматически темнее. Ну и последний параметр, которым вы можете управлять в Dehancer, это Impact. Это общее воздействие группы параметров Colorhead в рамках обработки изображения. К импакту можно относиться как к полупрозрачности, opacity. Примерно так он и работает. Давайте посмотрим, как работает инструмент Colorhead в реальной практике. Возьмем вот такой футаж. Давайте я его немного увеличу, чтобы было лучше видно. И с ним поработаем. В общем и целом изображение здесь уже настроено. То есть выбран входящий формат, выбрана пленочная основа, пленочный профиль. Настроена черная, белая точка. Основные параметры печати, экспозиция, тональный контраст. Добавлено пленочное зерно, холейшин, легкий блум и виньетка. Каждый из этих инструментов делает изображение более выразительным и более аналоговым, если так можно выразиться. Единственное, что мне здесь не очень нравится, это зеленоватый оттенок, который создает ощущение вуали. Мне кажется, что если его вычесть, то изображение станет более вариативным по цвету и более интересным. Давайте попробуем это сделать с помощью Colorhead. Раз я решил, что изображение избыточно зеленое, то собственно давайте воспользуемся маджентовым фильтром, уменьшим его значение и изображение должно стать менее зеленым. Так оно и происходит. Понятно, что я не буду далеко вести, это не нужно. Даже если использовать только один этот фильтр маджентовый, то изображение становится уже более интересным. Но понятно, что оно становится более маджентовым и красноватым. Давайте теперь попробуем вычесть цианистый фильтр, голубой, то есть сделать изображение менее красным. Вот, например, вот так. В принципе, я достиг своей задачи. Я вычил зеленый оттенок. Но мне кажется, я немного переборщил, потому что картинка стала слишком холодной. Поэтому я могу в некоторой степени скорректировать это с помощью желтого фильтра. Пожалуй, вот такое значение мне нравится. Итак, до, после. Любое цветовое решение может быть спорным. Кому-то оно нравится, кому-то не нравится. Для меня важно то, что я решил поставленную перед собой задачу. Если мне это изображение кажется слишком холодным, то я могу опять-таки еще больше изменить значение желтого фильтра. Было-стало. Вот так, пожалуй, мне нравится еще больше. Рассмотрим еще один пример. Это изображение тоже уже настроено по основным параметрам. Но, на мой взгляд, оно слишком теплое. То есть оно смещено по балансу белого. Возможно, это была задумка оператора, но, тем не менее, я хотел бы избавиться от избыточно теплого оттенка. Давайте это сделаем с помощью инструмента Colorhead. Первое, что я вижу, это то, что мне нужно изменить красную составляющую итогового отпечатка. То есть воспользоваться циан-фильтром. Давайте уменьшим значение циан-фильтра, то есть сделаем изображение менее красным. Например, вот так. Давайте я сделаю покрупнее. Было-стало. Теперь изображение избыточно зеленое, поэтому давайте воспользуемся зеленым фильтром. И тоже уменьшим его составляющую. Но вот, скажем, в таком варианте баланс цветов, общий баланс цветов, мне нравится значительно больше. Опять-таки, если мне кажется, что картинка стала слишком холодной, я могу либо вернуть в некоторой степени значение фильтров, либо уменьшить значение желтого фильтра. Но я не стал бы это делать сильно. Итак, было-стало. Также в этой картинке я вижу, что мне не помешает увеличение плотности. Поэтому я изменю значение параметра Preserve Exposure. Я сделаю картинку более плотной. В связи с тем, что я уменьшал значение светофильтров, общее количество света, которое поступает на отпечаток, стало больше. Соответственно, изображение должно стать темнее. Это было скомпенсировано параметром Preserve Exposure, но я в некоторой степени возвращаю это аналоговое воздействие на изображение. Было-стало. Такой вариант мне нравится, конечно, гораздо больше. Ну и последний пример, когда изображение требует коррекции в сторону более теплых оттенков. На мой взгляд, конечно. Сделаем его крупнее и немного с ним поработаем. Здесь уже настроены общие параметры, поэтому можно сразу переходить к цветной голове. Я вижу, что изображение не только прохладное по общему оттенку, но и может быть уплотнено с точки зрения общей яркости. Поэтому я сразу поставлю значение Preserve Exposure в 0. И теперь, когда я буду корректировать цвет с помощью светофильтров, у меня также будет меняться плотность. То есть я буду работать максимально близко к тому, как это происходит при оптической печати. Итак, я хочу сделать изображение темнее и более желтым. Воспользуюсь для этого желтым фильтром. Уменьшаю его значение. Мне нравится, в какую сторону меняется цвет, но мне не нравится то, что он становится одновременно и слишком зеленым. Но это не беда. Мы теперь воспользуемся маджентовым фильтром для того, чтобы скорректировать, собственно говоря, этот самый зеленый оттенок. До, после. На мой взгляд, мы сдвинулись в нужную сторону. И такой вариант мне нравится намного больше. Пожалуй, осталось лишь добавить пару слов о том, когда уместно использование инструмента Colorhead и как вообще к нему относиться. Дело в том, что в процессе оптической печати мы не можем не использовать Colorhead. Значения светофильтров всегда отличаются от нулевых. Цветная голова и работа со светофильтрами – это часть процесса печати, которую невозможно исключить или обойти. Именно с помощью цветных фильтров мы выбираем интерпретацию нашей пленки. С точки зрения Dehanser к Colorhead имеет смысл относиться как к инструменту расширения по работе с пленками. Не дополнение, а именно расширение. С помощью Colorhead мы можем увеличить количество вариаций цветовых решений данной пленки практически до бесконечного количества. При этом всегда будет сохранено исходное соотношение цветов и исходный характер пленки, потому что Colorhead работает по аналоговым принципам. А вот в случае коррекции баланса белого стандартными способами исходное соотношение цветов, как правило, не сохраняется. Попробую это продемонстрировать. Перед нами портрет девушки, который я уже откорректировал по цвету. Изначально он был слишком желтый и слишком темный. После того, как я воспользовался инструментом Colorhead, изображение стало выглядеть намного естественнее и аналоговее, если так можно выразиться. В отдельной версии этого грейда я постарался достичь аналогичного соотношения цветов с помощью цветовой температуры и тинт. Если вы внимательно посмотрите, то блик на лице девушки приобрел холодный оттенок, в то время как лицо все еще осталось желтым. В случае базовой коррекции цвета с помощью Colorhead этого не произошло. Здесь у нас гармония между более светлыми и более темными участками кожи полностью сохранена. Поэтому я рекомендую использовать Colorhead всегда, когда вам необходимо изменить общий баланс цвета. Кроме возможно ситуации, когда изначальный баланс белого настолько неверно выставлен при съемке, что может потребоваться его техническая коррекция стандартными способами. Однако в большинстве случаев Colorhead даст намного более эстетичный вариант, чем обычная коррекция цветовой температуры. И что очень важно, напомню, Colorhead связан непосредственно с пленками и значительно расширяет возможности их интерпретации. На этом, пожалуй, на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и, конечно, грейдите ваше изображение с помощью D-Hancer. Всем пока и до новых встреч!